Добрый вечер, братья и сестры, приветствую вас. Сегодня будем говорить о милостыне, о святейшей добродетели, которая сияет, как солнце, делает нас детьми вечного царства и малой ценой, ничтожной ценой бумажных денег или медных, или вещей, или пищи, тлеющей и истребляющейся временем, делает нас причастниками вечной жизни. Никто не сказал о милостыне больше, чем златоуст Иоанн. Святой архиепископ Константинополя постоянно, можно говорить, даже день и ночь, говорил жителям царствующего града о том, что нужно любить ближнего как плоть свою, как брата своего, потому что от ближнего жизнь и от ближнего смерть. Милостыня – это священное дело, уравнивающее различия сословий. Человеки не могут быть одинаковыми. Нельзя быть всем одинаковыми на корабле. Должен быть капитан, должен быть боцман, должен быть матрос. И в цеху должен быть бригадир, должен быть начальник, должны быть какие-нибудь еще там люди, значит, и должны быть простые рабочие. То есть равенство, оно не в природе вещей. Люди разные. Разные по талантам, по здоровью, по происхождению, по накопленным ранее родителями имениям, по всему разные люди. Но в одном они могут быть одинаковы – это в любви друг к другу, которая проявляет себя в милостыне и в различном роде милосердии. Смысл слова сего широчайший в данном случае. Милостыню творят все, братья и сестры. Да будет нам с вами известно, что милостыня не есть дело богатых только лишь. Нет. Нет и трижды раз нет. Милостыню дают все. Все, причем всем. Всем в смысле в том, что если к тебе придет человек, как говорил Дмитрий Ростовский, на коне, в пышной одежде, скажет «дай мне там чего-нибудь», а ты беден, скажем, и наг, и ходишь пешком всю жизнь, то ты дай ему – это милостыня. Ты же не знаешь, почему, что у него, как. Может быть, он истинно нуждающийся вот сейчас, а ты благотворитель для него. То есть все дают и всем дают. Евангельский пример вдовицы, которая положила больше всех в церковное хранилище, да убедит нас о том, что и бедные обязаны благотворить. Вы помните в известном таком евангельском сюжете Христос стоял у храма, где были такие специальные ковчежки прикреплены, такие к храму, куда кидали, вметали туда по-славянски пожертвования на храм Божий, на нужды Господней. И некая вдовица положила мелкие две монеты, две лепты. Христос похвалил ее, сказав, что она больше всех положила, потому что иные клали от избытка, а она от скудости, и положила в эту сокровищницу все, что имела. То есть вот вера, похваленная Богом. Бог, во имя которого люди и дают милостыню, в данном случае определил цену милостыни. Вдовица положила больше. То есть милостыня не определяется количеством денег, денежных знаков, там, сто или пятьсот, или тысяча, там, или пять тысяч, а именно сердечным намерением и твоим состоянием. То есть это жертва или это отброс, некие кости, отброшенные после пышной трапезы, или это действительно кусок хлеба, который ты сам изо рта, не донес до рта и дал кому-то другому. То есть должны творить милостыню все. Это очень важно. Потому что мы же плебейски думаем так, что вот они богатые, пусть они и дают. Есть политики, которые строят на этом свою политическую платформу. Пусть богатые, с бедными делятся, значит, там, бедные, несчастные, такой экскоммунизм такой получается, коммунизм пронафтолиненный такой. Значит, вот мы несчастненькие, они все-таки богатенькие, пусть они делятся с нами такое. Эта мерзость уже однажды пролила реки крови на нашей Руси. Так вот, следующее, хотел бы я сказать, что и ты, который получаешь ничтожные копейки, там, пенсию, там, скажем, или очень небольшую зарплату, и ты тоже обязан благотворить тем, кому хуже. И ты обязан давать кому-то часть от трудов своих. Зачем? Затем, что не оскудеет рука дающего. Это способ разбогатеть. На самом деле, легчайший способ стать бедным – это никому ничего не давать. Это быть глухим на слово «дай», в кулаке зажать все, что имеешь, и никому не разжимать кулачка. Вы знаете, ребенок рождается, кулачки держит вот так вот, как будто он весь мир взял в кулачок. А когда умирает человек, у него ручки раскрытые, крестом на груди сложены, это знак того, что он ничего с собой не забирает. Мы все здесь оставим. Поэтому нужно здесь, на земле, учиться делиться. Святой Златоуст, который, как я уже сказал ранее, более всех потрудился в призывании чада церковных к милосердии и благотворительности, говорил следующее. «Приучи себя, возлюбленный, отделять некую часть своих денег на Бога и людей Божиих». То есть заработал ты, скажем так, в наших условиях 100 гривен. Отложи 10. Отложи 5. Отложи 2. Ты свободен. Отложи все 100. То есть сколько отложишь – твое дело. Твоя совесть, Господь перед тобою. Как хочешь – делай. Отложи их и не трогай. Это не твои деньги. Это святые деньги. Святое – это значит отдельное. Еврейское слово «кадеш» – «святой» означает отделенный, неприкасаемый. То есть это трогать нельзя. Святотатство – это воровство того, что воровать нельзя. Это святое – похищение неприкосновенного. Так вот, сделай деньги святыми. Отдели от 100 гривен – 10. От 1000 – 100. Отложи их в сторону. Отложи от 1020, например, пусть не 100. Отложи 5. Но пусть по тебе 5 будут святыми. Ты их больше не трогай. Ты отдашь их кому-нибудь. Отдашь их на бедного, на многодетную мать, на больного старика, на строящийся храм, на какое-нибудь благое дело, на лекарство для какого-нибудь, скажем, диспансера, онкологического, скажем, или туберкулезного. Отдашь кому-нибудь ради Христа, но ты их не трогай. И клади туда постоянно что-нибудь. Накапливай святые деньги. Так говорит Златоуст. Прекрасный пример, братья и сестры. И в этом смысле благотворить могут все. Любой бедный человек, то есть по-нашему бедный, сегодняшний бедняк – это вчерашний богач, если уж так честно на вопрос посмотреть. Вчерашний богач не имел хлеба и одежды, был босс. И едва его наготу прикрывал драной одеждой, синел от холода. А сегодняшний бедняк – это человек, имеющий какое-никакое жилье, какую-никакую одежу и все-таки не мучающийся от голода. Мучающийся больше от зависти, чем от голода. Это бедняки иного рода. Так вот, мы все должны исцелять свое сердце от сребролюбия и от эгоизма через милостыню. Когда фарисеи приступали к Христу с разными вопросами, говорили ему там, значит, вот то-то или то-то нужно в законе делать, там, как ты скажешь, то он, зная, что они сребролюбивы, говорил им, чтобы их души были чисты. Нужно отдавать им часть от своих имений, и таким образом очистится у них все и внешнее, и внутреннее. Говорит, ныне вы, фарисеи, внешность, склянется и блюдо очищаете, а внутри полны костей мертвых. Значит, нужно милостыней очищать нутро свое, потому что главный недуг человеческий – это сребролюбие. Апостол Павел говорит о том, что сребролюбие – корень всех зол. Борьба с этой язвой, со сребролюбием и преодоление имущественного неравенства – это, братья и сестры, бальзам на, если не все, то почти все социальные наши проблемы. Конечно, христианин не может быть всегда богат. Он, наверное, и не должен быть всегда богат. Это, наверное, ему не полезно, потому что богатство стимулирует соблазны и умножает грехи. Но бедность, унижающая бедность, тяжелая бедность, бедность беспролазная, настолько грязная, что уже и убирать не хочется, такая бедность является проклятием и наказанием для человека. И этой бедности среди христиан быть не должно. Мы должны уметь делиться. Кстати, каждый приход может хоть немножко подровнять жизнь своих прихожан. Можем мы внутри своих приходов кому-то крышу поправить, кому-то колодец выкопать вместе, общими руками, под руководством батюшки, по его благословению. Кому-то огород вскопать, кому-то паркан починить. Мы можем все это, братья и сестры, можем, сто процентов можем. Просто мы почему-то этого не делаем, а вместо того, чтобы делать это, спорим о каких-то вещах маловажных. Другие это делают, и это нам упреком. Так вот, напомню еще раз слова Златоуста. Милостыня – дело не над них богатых, дело всех. Научимся отделять от своего кармана некие святые деньги, пусть даже в микродозах. Постепенно они накопятся, станут некими серьезными, такими красивыми, реальными суммами, которые когда-нибудь вытрут не одну слезу. И это будет наш вклад в дело Христа, который ждет, что мы исполним его заповеди и очень скорбит от того, что мы плохо их исполняем. Вот тема сегодняшней нашей беседы. Дай Бог, чтобы хотя бы процент из услышанного было исполнено на деле конкретно. Ангела-хранитель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова